Светлана Матус 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 сельефы, которые мы с вами раздвинем, и раздвинем их, знаете, на какое расстояние, тут долго смотрела, стояла и думала, как же штамм это сделать, вот я брала вот так вот к экрану, подходила вот так пальчиком, и вот так промеряла, в общем, решила, что все-таки складка там на 7 сантиметров, 7 ю 4, 28, да, на 28 сантиметров мы будем увеличивать одну переднюю половинку, одну заднюю, две передних по 28, и две задних по 28, то есть так как бы прилично увеличиваем, да, почти на метр 20, если брать 28 почти 30 сантиметров, умножаем на 4, метр 20, но благодаря этому и получается вот эта вот шикарная такая вот ширина внизу, и фалдение, и еще больше мы стройним нашу красивую женскую фигуру, я даже, так знаете, думала, кому может подойти такие брюки, в итоге я пришла к выводу, что всем, потому что у кого-то есть узкая талия, да, а у кого-то нет узкой талии, но у кого, например, нет узкой талии, но у каждой-то женщины есть вот этот вот шикарный прогиб сзади, его только нужно подчеркнуть, а вот этой моделькой мы еще больше подчеркиваем нашу талию, заужаем, когда вы делаете посадку брюк на талии, вы всегда зрительно заужаете талию и слегка расширяете бедра, если вам это надо, а в этом фасоне мы еще и застрачиваем их на уровне так называемой кокетки Как найти этот уровень так называемой кокетки? Я думаю, что берем ту высоту бедра, которую мы с вами измеряли в мерках и просто делим на два или потом на примерке прокорректируете эту линию, да, так, значит, вот я ее здесь и зарисовала Что еще, какие нюансы с нашей выкройкой? Вот я взяла нашу выкройку, да, она у нас от бедра Как вот вначале я давала вам ссылку на видео, как кроить, да, дальше я вам уже даю, как его, ну, устроили выкройку, потом кроили и как сшивать, да, по шагу в том числе В общем, все будет в ссылках Значит, от бедра мы опускаем перпендикуляры вниз, что по боковому шву, что по шаговому шву Но шаговой шву по задней половинке и по передней половинке обязательно в районе колена прогните на полтора сантиметра В колене и на полтора сантиметра внизу, то есть такая слегка вогнутая линия Потому что по бедру можно по прямой сводить эту линию, а в районе шагового шва нельзя, иначе будет очень некомфортно ходить Оно будет, знаете, как заворачиваться там, некрасиво будет И что я еще предлагаю сделать? Наметить две линии раздвижения, разрезания нашей половинки Потому что мы уже строим брюки на одной половинке, да Потом вот этими вот частями их загибаем, там все смотрите в видео, которое было до этого Значит, что тут еще можно сделать? Можно здесь также сюда внести по передней половинке выточку, которую мы потом застрочим в эту складочку Оно же будет красиво и хорошо, и нам еще легче будет сделать, вывести боковой шов Там все, как строить выкройку брюк, смотрите, я там все эти нюансы оговариваю Вот, потом мы разрезаем по передней половинке, по той самой долевой, которую мы изначально намечали И раздвигаем на 28 сантиметров, потому что в готовом виде складка с одной стороны 7 и с другой стороны 7 сантиметров А каждая складка внутри имеет еще две стороны Итого мы вот это раздвигаем на 28 сантиметров А по спинке, например, когда вы уже наметили крой по передней половинке, это как-то склейте скотчем И разрезаете здесь, видите, по красной линии, это средняя линия Но не вот здесь, а вот от этой точки, параллельно этой долевой Мы вот так с вами разрезаем и раздвигаем заднюю половинку на 28 сантиметров Ну, естественно, можно здесь даже эту вытачку вырезать по задней половинке, чтобы правильно было закрытие Смотрите внимательно, у вас же талия все равно должна остаться в объеме такая, какая она есть Значит, как мы это делаем? Мы берем и на полностью всю вот эту ширину Вот здесь у нас с вами 28 сантиметров раздвижения То есть на эти брюки вам точно две длины брюк надо Например, у вас брюки 105 длиной, вы берете 2 метра 10 сантиметров И плюс, если это будет штапель или вискоза, плюс на каждый метр еще по 10 сантиметров То есть 2,10 плюс 20 сантиметров усадка кривизная отреза, это уже 2,30 И по поводу здесь еще молнии Вот у модели она поставлена потайная, вот здесь сзади до верха пояса Ну, можете там ставить, но по опыту хочу вам сказать, что не всегда красиво вот здесь ставить молнию Оно кому-то хорошо лежит, кого-то приторчевывает, ну не знаю Я считаю, лучше ее поставить спереди, вот тут до верха пояса застегнуть И потом завязать таким красивым бантиком Ставлю здесь вам еще одну ссылку, как втачивать без проблем потайную молнию Вот, выйдет ссылка Так, и так в принципе здесь очень легко и хорошо все кроится А, еще один момент, ну гульфик же нам не нужен с вами по передней половинке, правильно? У нас же тут никакого гульфика нету Просто мы там изначально в той выкройке строили гульфик Я его просто здесь загнула Просто вам еще раз об этом напоминаю и говорю Как правильно кроить, дохождение долевой, все-все то же самое Вам главное ее разрезать и раздвинуть на 28 сантиметров Вот Так что я Еще знаете, что здесь хотела бы вам дать еще за выкройку? Вот этой вот блузочки беленькой, но она такая красивая Что мы берем там за выкройку? Берем выкройку все того же, все той же водолазки, переснимаем Хотите на водолазки рисуйте прогиб, вырез по переду, сколько вам нужно, занижайте Вот, рука в три четверти делаем, да, она такая же вся прилегающая Здесь поставлю ссылку, как переснимать выкройку, как вообще шить эту беленькую блузочку Или как шить вот это платье, которое на мне А выкройка все та же самая, вот такая одна четвертая нам нужна, да, и наш рукав рубашечный, который мы там простраивали Вот, здесь вы можете, вот, насколько здесь расширять, ну, возьмите плечо на два поделите, да И плавно выведите, или одеваете на себя водолазку и прорисовываете вот этот вырез Только сразу, сильно глубоко, вот так не рисуйте, да, потому что лучше это сделать после примерки И срез горловины с ростком, и рукава, и низ нашей блузочки из трикотажа можете, если очень хотите быстро, то прострачиваете все это на распошивалке Если нет распошивалки, низ рукавов и низ блузки вручную с напуском подшиваете, ставлю здесь ссылку, как это делать А вот эту часть, круглую, мы с вами подкраиваем прямоугольник 3 см всего шириной Потом складываем вдвое, но краим его по самой растяжимой части ткани Смотрите, вам надо по выкройке промерить половинку полочки, половинку спинки, да, половинку ростка и половинку горловинки Умножаете на 2 и делаете минуса Самый лучший способ выбора минуса, это посмотреть, насколько ткань вообще растяжима Вот кладете линейку, да, и берете там, например, вот 20 см, да 20 см берете ткань, и сколько она, ну, без сильного надрыва, да, растягиваете И смотрите, насколько она растягивается, вот она была 20, растянулась на 30, да Вы считываете процент и потом его минусуете от вот этого вот прямоугольника То есть там процент минуса, это где-то минимально, это 10% в зависимости от растяжимости ткани Если очень рыхлая ткань, ну, смотрите, до 30%, от 10 до 30, больше я вам не рекомендую делать Потому что тут можно на самом деле еще в расчете минусов вот этих вот процентов ошибиться То есть если трикотаж плохо растяжимый, берете 10% Если очень рыхлый и очень растяжимый, то берете 30%, да Вот если в округе у вас получается 50 см, да, по ростку и по горловине То минус 30%, если сильно растяжимая ткань, это 15 см То есть 50 минус 15, значит у вас должен быть прямоугольник всего 35 см Но плюс припуски с одной стороны 7 мм, с другой стороны 7 мм Вы его потом сшиваете и где-то в районе плечевого оставляете Еще я люблю его, если честно, усекать под 45 градусов, тогда еще лучше здесь прилегает Ну, можно в данной горловине кругленькой, можно даже оставить здесь и по прямой Вот, так что вот вам еще и как быстро обработать эту блузочку Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, записывайтесь на мои мастер-классы Которые я сейчас провожу и делюсь с вами опытом пошива, кроя, нюансов, хитростей, секретов По поводу всей идеи, и брюк, и юбок, и платьев, и цельновыкоренных рукавов, и рукавов В общем, там посмотрите, вся информация стоит под видео Там же контакты, где вы можете записаться на эти мастер-классы Вот, или вы можете ко мне прийти в мою мастерскую, арт-мастерскую В Киеве, на Троещине или на Русановке Вот, или заниматься со мной по скайпу Я очень хорошо веду занятия по скайпу У меня очень много благодарностей Вот, очень много моих учеников уже Уже во всех континентах есть мои ученики Вот, так что, вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал И до новых встреч на канале Жить-Шить со Светланой Матус Пока-пока!